При Ангаре планируют открыть Центр психологической помощи детям. Сейчас для родителей и законных представителей детей работают специальные сайты и горячие линии с профессиональной психологической помощью. О возможности такой поддержки узнавали мои коллеги. Юлия Иванец работает психологом уже 15 лет. Половину из них женщина посвятила работе с детьми и их родителями. Пубертатный период, переходный возраст и юношеский максимализм. В эти моменты у ребенка возникает масса проблем, рассказывает психолог, в том числе во взаимопонимании с родителями. Зачастую здесь не обойтись без профессиональной поддержки. Иногда родители хотят, но они не могут. Они не могут поддержать, они не могут рассказать, что такое самооценка, для чего она важна. Если тем более у ребенка пубертатный период, это всегда проблемы. Но мы их рассматриваем как проблемы. На самом деле это нормальный период, когда ребенок себя позиционирует, что я взрослый, у меня есть понимание себя, я понимаю, что я личность. Интернет, книги, специалисты в образовательных медицинских учреждениях. Сейчас родители могут найти ответы на все вопросы воспитания, развития, социализации, обучения детей разного возраста. Специалисты отмечают, что потребность в знаниях и психологическом консультировании есть и ежегодно растет. Какие-то моменты пропускаем, какие-то моменты пропускают родители. Не всегда, вот даже направление выдано родителям, не всегда родители своевременно обращают на это внимание и ребенок остается без своевременной помощи. К слову, в Ангарске работает служба психологического консультирования детей и их родителей. В планах у правительства региона открыть при Ангаре центры психологической помощи детям. Также в Иркутской области в круглосуточном режиме организована работа детских телефонов доверия. За шесть месяцев 2022 года принято больше 6000 обращений, в том числе 2000 от детей.